Можно вашу пропозицию? Давайте тогда встали, бежу право голосу. Есть два ермитра диагра, и не отправят расправу над двумя. Ни одним не дадут. Ничего разное. Если можно, я... Это разное дело производства, и... Я уже говорил, можно ли? Можно ли я уже? Друзья, на сессии, на прошлой, когда произошла кандидатура Николая Семеновича, я вышел к трибуне и сказал, что суть, в общем-то, не в Николая Семеновича. Он нормальный хозяин, нормальный хозяйственник, коллектив живет, живой, работает, и было бы неправильно менять на переправе, ломать работу. И он достоин того, чтобы быть. Но я хотел обратить внимание депутатов областного совета на те тенденции, которые происходят в культуре Николаевской области, которыми руководит начальник управления культуры Димитров Михаил Федорович. Позвольте мне немножечко отойти, вот, назад чуть-чуть, с чего пришло. Янишевская и Димитров решили разнестить в силу необходимости филармонию в русском театре. Почему не в Украинском? Почему не в Театре Пуков? Не могут два коллектива разных по своим функциональным назначениям работать в одном коллективе. Тем более, тем более, что коллектив русского театра обеспечен площадями для работы, это заключение санэпидемстанцией, только на 60%. И начальник управления культуры это знает. Когда я с ним разговаривал, пришел, он ко мне, я говорю, Михаил Федорович, мы не можем развалиться два коллектива. Он мне сказал, что я был на спектакле, у вас в зрительном зале находилось 12 человек. А человек ни разу за два года работы начальником управления культуры не посетил ни разу спектакль театра, ни разу не встретился с коллективом. И я ему предложил, или же вы придете встретиться с коллективом, или же коллектив придет к вам. Михаил Федорович встретился с коллективом, ему рассказали, кто он такой. Он лжет откровенно на коллектив театра, на работу. Вы представьте себе, в прошлом году я посылаю письмо три человека наградить грамотой в дню театра работников театра троих. Народного артиста, заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств. Вы думаете, начальник управления культуры удосужился подписать бумажку эту? Это что такое? Это не отношение к театру. Далее приказ управления культуры о том, чтобы разместить филармонию. После того, как я пришел бывшему губернатору и сказал, не время и неправильно это делать, он не сделал распоряжение по госадминистрации. И после этого ни в один коллектив не подселили никого, кто был обозначен в этом приказе. То есть, организовали проверку. Да. Организовали проверку сразу? Почему же эта Кравченко не позволяет Димитрову разваливать культуру? И об этом шла... Об этом... Подождите. Извините, у нас комиссия по культуре. И вы должны, как член комиссии, знать все тонкости работы культуры. С Берсоном я вам сказал, что будет с Берсоном. А что происходит в культуре, вас это не интересует. Уважаемые господа депутаты. Министр культуры Украины говорит о том, что здесь на юге, на юго-востоке генетически неправильные украинцы. Я провожу фестиваль, посвященный 160-летию со дня рождения Франко. И начальник управления культуры всеми силами тормозит проведение этого фестиваля. И вы помните, я стою, держу вас и говорю, помогите. Позор будет на всю Украину. Скажите, пожалуйста, что это за работа? Притом системная работа. Ложь. Интриги. Непосредственный подход. Далее. После того, как закончилась встреча Михаила Федоровича с коллективом, и когда коллектив сказал, не буду называть слова, которыми вас назвали, Михаил Федорович, он сказал мне, Николай Антонович, я есть, был, есть и буду начальником управления культуры. Есть запись, видеозапись, я могу ее предоставить. А у нас с вами еще предстоит контракт. Далее пошел контракт. И далее Михаил Федорович начал инсинуацию для того, чтобы никаким образом Кравченко не прошел. При всем, при том, что все руководители, я еще раз говорю, Мерсон руководит 30 лет театром, Павел, я руковожу 25 лет театром. У нас успешный театр. У нас полные залы, вопреки мнению начальника управления культуры, которой ни разу там не было. Полные залы. Придите и посмотрите. Но по-любому задача, и при том подключены работники культуры к этому, к этой возне, по-любому надо свернуть шею Кравченко для того, чтобы развалить театр. Есть такая задача у начальника управления культуры. По-другому, если бы стоял вопрос, таких бы действий не было. Еще раз повторяю, ложь, инсилуации, интриги. Поэтому, относительно Берсона, я возвращаюсь к этому, относительно Берсона. Берсон достойный человек, хозяин, у него есть свои вопросы, свои проблемы, но это не повод для того, чтобы его менять на этой должности. Но подход должен быть. Шановна комиссия, прошу вас, голос. Не, ну можно я... Подождите. Я говорил по поводу этого с Татьяной Васильевной. Я прошу прощения. Татьяна Васильевна сказала мне, а почему вы молчите об этом? Татьяна Васильевна, правильно? Я говорю об этом. Я хочу, чтобы вы свою оценку дали тому, что происходит. Вы знаете, что такое культура в области? На каком она месте, ее роль в жизни области? Еще раз говорю, Берсон это не повод. Берсон это как бы та возможность, когда можно было говорить, у нас не все в порядке далеко. И это все зависит от начальника управления культуры, которая занимается ложью и интриганством по отношению к учреждениям культуры. Спасибо.